Приветствую вас. Вопрос заключается в том, что человек не знает чего хочет, постоянно меняет, постоянно мучается выборами, которые постоянно меняются. Она пишет, что выбрал в этом году университет, уже третий. Спустя месяц всего лишь узнает, что это ошибка, надо готовиться к другому егэ, пойти в другой вуз и вообще всю жизнь строить быстро по-другому. Она пишет, что ненавидит, в каких условиях сейчас находится, ненавидит, что ничего не делает для изменений, потому что в моей жизни есть документание основы к другому, без результатов где-либо, конечно же, плюс. Человек страдает пищевым расстройством, то есть переедает до сильного дискомфорта, вот из-за чего сейчас набирает вес, садится на диету, она срывается. Когда садится на диету, видит результат, уже не хочет. Смотрите, значит, вот когда вы пишете про то, что нужно было выбрать другой вуз, другой егэ и вообще значит, в свою жизнь там строить по-другому, мне как-то вот выль не выль и разгадываю вопрос. А кому надо? Вот. Ну вот, вот, ну буквально. Кому надо надо? То есть это вам надо? Ну вот, если, 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 ну, если так вот, как-то на ситуацию, ну, на ситуацию посмотреть, да, то есть ощущение, такое, что вам по самой, вот вам самой, ну, не то, что бы надо. Вот именно вам самой. Значит, что надо кому-то, я верю, но не вам. Таким образом, хочется вас спросить, уверены ли вы в том, что это надо вам? Уверены ли вы в том, что этого, ну, что этого вы хотите? Вот. Потому что, ну, вот, есть такое чувство, что у вас очень много усталостей накопилось. Прям очень-очень-очень много. Накопилось усталостей. У вас. Как будто бы. И вы вот страдаете. Вам тяжело. Вам тяжело, вам больно, вам дискомфортно, вам болезненно и так далее. Вот. То есть, ну, надо, наверное, здесь разбираться. Это вам надо или кому. Это такой момент. Следующий момент. Про заедание, это, ну, надеюсь, понятно, это история про... Такое вот получается. Снятие тревог. То есть, едой вы снимаете тревогу, которая у вас есть. Вероятно, снижаете страх, который у вас есть. Опять же. Плюс. Плюс к этому. Удовлетворяете, в данном случае, свою потребность в любви. То есть, когда человек переедает, это оральное поведение. Оральное поведение, это... Соответственная история про любовь. Ну, про потребность в любви. То есть, вы себя, получается, достаточно сильно, достаточно жестко, не принимаете. Вы себя очень сильно обесцениваете. Вот. Не знаю, видите вы это или нет, замечаете вы это или нет, но вот... Для меня, по крайней мере, это более чем очевидно. Вот. И, соответственно, с этим, как мне видится, нужно работать. Потому что, понятное дело, что сама по себе проблема не уйдет. Ну, если ничего не делать. Конечно же, обратитесь к врачу. Конечно же. Конечно же, обратитесь к врачу, чтобы он вас осмотрел. Сначала к терапевту общей практики, потом к, значит, либо к клиническому психологу, либо к психиатру. Для начала. Там нам назначат соответствующее лечение и предложат психотерапию. В рамках которой вы уже придете к психологу для решения ваших проблем психологических. То, что вы описываете, свои физиологические проблемы, это довольно серьезно. И нет оснований полагать, что психотерапия сейчас будет для вас эффективна и не причинит вам еще большего вреда. Я уверен, что если мои предположения были верны, то то, что вы не знаете, чего хотите, связано с требованием к себе быстро достичь значимого результата. И, что важно, обоценивание себя без этого самого результата. То есть как бы вы говорите о том, что если у меня нет результата, если у меня нет, значит, ну, каких-то достижений, вот, то я там, грубо говоря, неудачница. Я, грубо говоря, ни на что не способна, ну и так далее. То есть это постоянно такая вот борьба за выживание. Вполне возможно, что в вашей семье есть такой опыт сравнивания с другими людьми. Вот. Ну, это, на мой взгляд, это на мой взгляд. Пак. Я здесь в данном случае высказываю предположение только. Вот. Могу ошибаться. Ну, выглядит всё вот таким, ну, не буду скрывать, довольно скверным образом. Так что, если вы пришли за диагнозом, я боюсь, что немножко вы ошиблись. Диагнозы психологи не ставят. Вот. Вот. Но мы можем, в общем и целом, помочь вам и себя найти, и ситуации выбраться, в которой вы оказались и так далее. Вот. Вот. В этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на самую работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь с помощью, вам она пригодится. Так, здесь теперь – было бы. Продолжение следует...